Вот так как остров небольшой и можно проехать по различным местам, по различным городам, именно на машине очень удобно. Выходите, садитесь на такой шаттлбасс, Римассол, то и аэропорт Пафос. Прохождение пограничного контроля заняло буквально минуту, в отличие от прохождения контроля, где смотрят воду, ручную кладь. Один большой магазин, там дальше еще есть какие-то магазинчики, есть кафе. Прилетели в аэропорт Пафоса, автобусов нету, спокойно по пешеходному переходу идете в терминалы. Так как прилетает много народу, достаточно долго проходили пограничный контроль, но после прохода пограничного контроля сразу выходите. И самый бюджетный способ добраться это на автобусе. 612 автобус входит, также можно еще, если вы хотите, можно снять машину сразу в аэропорту и доехать до своего отеля, там где вы живете. Машину вот на Кипре как раз в Европе я не беру машину, так как удобнее перемещаться в крупных городах, ее смысла нет, нигде парковать. Удобнее перемещаться на общественном транспорте. Ну вот на Кипре и на других, например, на Крите, на острове, в Турции, я рекомендую брать машину, посмотрите видео об аренде машины, я записывал. Вот так как остров небольшой и можно проехать по различным местам, по различным городам, именно на машине очень удобно. Как вы видите, вот тут 612, 613, 612 ходит до Harbour Station, 613 до Paphos Centro и 649 еще до одного места. Просто посмотрите, метро в Paphos нету, почитайте, например, какой рядом автобус с вашим отелем останавливаться, с нашим 612, поэтому мы поедем на нем. Если вы прилетели в Paphos и вам нужно добраться до Limassol, то вот просто выходите, садитесь на такой Shuttle Bus, Limassol, то и аэропорт Paphos и спокойно доезжаете на нем. Здесь стоит проезд полтора евро, всего лишь один из самых доступных способов добраться из аэропорта до города за все время моих путешествий. И искать не надо, вот и выходите из аэропорта, передо мной автобус, за мной аэропорт, но что-то он очень долго ехал, за это вот такая очередь людей образовалась. Хотите быстрее такси или Shuttle, можете заказать трансфер с русскоязычным водителем по ссылке, если, допустим, вы едете с детьми и вам добираться или там ночью, на автобусе, естественно, желаний нет. Насколько это дешевый способ, настолько и максимально неудобный. Вот приходится ехать стоя с багажом, назад точно поеду на такси. Автобусы приезжают в Ката Пафос, ехал где-то 40 минут. Ну, это центр Пафоса, и мы сейчас 700 метров до нашего отеля. Вот вход в наш отель, чтобы поехать в Пафос, Ларнку и в другие города Кипра, в Янапу, в Лимассол, оформлять шенгенскую визу не обязательно. Можно сделать онлайн провизу, можно сделать самостоятельно, но есть некоторые нюансы, например, выходные, они не работают, вылетать можно только из России. Более подробно я рассказывал видео, как получить визу на Кипр. Под этим видео есть контакты, или зайдите на наш сайт vizasam.ru и обращайтесь. Мы можем сделать вам под ключ в течение одного рабочего дня. Прохождение пограничного контроля заняло буквально минуту. В отличие от прохождения контроля, где смотрят воду, ручную кладь, на которой была очень такая прикольная штука. Когда выходишь, прикладываешь, сканируешь паспорт, там просто просили не снимать, делаешь фотографию, тебе дают талоны, поэтому очень быстро пограничных офицеров проходится. Таких стоит несколько автоматов. Ну, хотя Пафос аэропорт небольшой, но дьюти-фри здесь достаточно. Как видите, я проходил дьюти-фри, можете что-то купить. Вот один большой магазин, там дальше еще есть какие-то магазинчики, есть кафе. Так что любителям дьюти-фри можете здесь купить что-то себе домой. Если вы опоздали, то можно купить кипрских сувениров дьюти-фри, 5 штук за 10 евро. Можно взять 3 бутылок кипрского вина за 10 евро, 1 бутылка 3 евро 33 цента. Я хоть самую не употребляю алкоголь, сейчас возьму родную. Начиная с момента регистрации, у нас была компания 7, регистрация прошла буквально, ну, никого не было. И прохождение к воротам занял 40 минут. Долго проходился контроль в ручной клади, пограничный контроль быстро, регистрация быстрая, аэропорт маленький, никуда идти не надо. Ну все, сейчас я полечу в Москву. Всем пока, с вами был Борис Соколов, сайт visit7.ru. Подписывайтесь на наш канал. До встречи в следующих видео из следующих стран. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова